Итак, всем доброго времени суток. Для тех, кто услышит меня впервые, представлюсь. Меня зовут Александр, я являюсь одним из сотрудников редакции группы канала Биржевик. Помогаю Михайловичу озвучивать некоторые ролики на YouTube-канале. Перед началом озвучу дисклеймер. Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной рекомендацией. Носят исключительно информационно-аналитический характер и не должны рассматриваться как предложение, либо рекомендация к покупке или продаже какого-либо актива. Начнем сегодня наш обзор с компании Урал Кали. Эмитент представляет из себя одного из крупнейших производителей калия в мире. Производственные активы компании расположены в Пермском крае, в двух близлежащих городах Соликамск и Березники. Совокупная производственная мощность составляет около 12 миллионов тонн хлористов калия в год. Обзор на данную компанию мы уже делали ранее, но надо обновить из-за новых отчетов. У компании сейчас действующих три облигационных выпуска. Долларовый, с которым происходит что-то странное, нулевая доходность. На него мы обращать внимание сейчас не будем. Также выпуск под номером 4, у которого осталось всего пару месяцев до погашения. На него тоже мы смотреть не будем. Поэтому мы рассмотрим выпуск под номером 6. Номинал облигаций 1000 рублей, то есть это минимальная цена покупки одной облигации. На сегодняшний день облигация стоит 929 рублей 90 копеек, или же 92,99% от номинала. То есть это та цена, по которой вы можете купить облигацию сегодня. Срок обращения, то есть дата погашения назначена на 25 февраля 2025 года. Оферта не назначена. Текущая доходность составляет 10,51%. Купоны же равны 34 рублям 16 копейкам с выплатой раз в 182 дня, то есть раз в полгода. Размечены облигации на московской пирже. Уровень листинга, то есть уровень надежности облигаций, присвоен второй. Дюрация 806 дней составляет на сегодняшний момент. Ликвидность в облигации довольно высокая, от 1 до 10 и иногда более миллионов рублей в день. Поэтому трудностей с покупкой и продажей актива у вас скорее всего не возникнет. Влатильность же выше 2% на данный момент. Что касается ключевых экономических показателей компании, то мы располагаем лишь последним отчетом за 2021 год. То последним отчетом, которым располагаем из публичных источников информации, это отчет за 2021 год. Что касается ключевых экономических показателей компании, то последний опубликованный отчет, это отчет за 2021 год в формате МСФО. За 2022 год ни одного отчета не было опубликовано. Согласно годовому отчету 2021 года, выручка выросла на 74% с 155 до 269 миллиардов рублей. Чистая прибыль же выросла на почти 6200% с 2 миллиардов в 2020 году до 127 миллиардов в 2021 году. Переходя к кредитным рейтингам и кредитной нагрузке компании, то последний рейтинг был присвоен рейтинговым агентством Expert ERA 13 мая 2022 года. Там рейтинг был присвоен на уровне ROA+, со стабильным прогнозом. Сразу сделаем уточнение, что рейтинг ROA+, находится в секторе рейтингов А, означает умеренно высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтингов Российской Федерации. Однако присутствует некоторая чтительность сквозь действия негативных изменений экономической конъюнктуры. Как отмечает агентство, отношение с кредитированного долга на 31 декабря 2021 года к EBITDA снизилось с 3,5 в 2020 году до 1,7 пункта в 2021 году на фоне роста EBITDA при снижении размера кредитного портфеля менее чем на 3%. То есть долговая нагрузка на конец 2021 года была на довольно хорошем уровне, однако что сейчас происходит в компании и какие показатели нам неизвестно. Поэтому будем подводить итоги обзора, информации не то чтобы очень много. Напомним, что компания не опубликовала ни одного отчета в течение 2022 года, поэтому на данный момент опять же не ясно, что происходит внутри компании. В связи с этим доверие и интерес к облигациями эмитента сильно снижены. Доходность в облигациях также не сильно интересная. Если вы являетесь держателями облигаций данной компании, то вероятно суетиться не стоит, но и покупать сейчас мы бы не стали. Какие-то новые позиции по данным бумагам. Второй на обзоре у нас будет облигация компании Gazprom нефть. Также посмотрим, что изменилось в компании, что из последних отчетов и актуальны ли они сейчас под вложения. Обзор мы на них уже делали в прошлом году. Напомним, что Gazprom нефть – это третья по объему добычи вертикально интегрированная нефтяная компания Российской Федерации с диверсифицированной структурой нефтепроработки и забыта. Компания работает в крупнейших нефтегазоносных регионах России, а также за рубежом. Облигационных выпусков в компании довольно-таки много. Мы свое внимание остановили на этом, так как у него сейчас, на наш взгляд, самый интересный баланс между текущей стоимостью облигации и доходностью. Номинал данной облигации – 1000 рублей, то есть минимальная цена покупки одной облигации. Сегодня же стоимость составляет 910 рублей 20 копеек или же 91,02% от номинала. То есть это та сумма, по которой облигацию можно купить именно сегодня. Дата погашения назначена на 7 декабря 2029 года. Оферта не назначена. Текущая доходность составляет 9,13%. Купон составляет 17,83 рублей с выплатами раз в 91 день. Размещена облигация на московской бирже. Уровень листинга, то есть уровень надежности, облигация отмечена как третий. Играция составляет аж 2030 дней, что довольно много, конечно. Ликвидность облигации, то есть денежный оборот среди покупателей-продавцов, варьируется от полумиллиона до 7 миллионов рублей в день. Поэтому трудности с покупкой-продажей можно встречать, однако не так часто. Что касается волатильности в цене, то с мая 2022 года волатильность в цене ниже 2%. Что касается ключевых экономических показателей компании, то отчет доступен лишь за 2021 год также. К сожалению, на официальном сайте сейчас страница почему-то не работает, но мы выписали эти данные заранее, просто не получится их визуально вам показать. Выручка компании в 2021 году выросла на 53% с 2 триллионов до 3 миллионов рублей. Чистая прибыль выросла на 328%, со 118 до 503 миллиардов рублей, а показатель скорректированной беды вырос на 103% с 485 до 896 миллиардов рублей. Последние данные по рейтингу были от рейтингового агентства АКРА. 8 июля 2022 года АКРА подтвердила рейтинг «Госпромнефть» на уровне ААА.ру со стабильным прогнозом, а также выпуск облигаций на уровне ААА.ру. Напомню, что это наивысший возможный рейтинг. Означает он, что рейтинговое лицо, выпуск ценных бумаг или финансовые обязательства с рейтингом ААА.ру имеет максимальный уровень кредитспособности, наивысший уровень кредитспособности по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению агентства. Кредитный рейтинг финансовых обязательств правительства Российской Федерации. Такой рейтинг выдается компаниям, в которых самые низкие риски по именно кредитспособности. То есть, с компанией, скорее всего, ничего не случится, пока все хорошо с самим государством. АКРА оценивает долговую нагрузку как низкую, с высоким уровнем обслуживания долга. Будем подводить итоги обзора. Напомним, что ситуация в геополитике до сих пор обостренная, поэтому надо быть крайне избирательными в отношении облигаций. Что касается данной компании, то, конечно, жаль, что иммунитет не публиковал до сих пор отчеты по 3 и 6 месяцам 2022 года, но в случае таких компаний на это можно закрыть глаза. Так как, опять же, ничего ужасного, скорее всего, не произойдет, ни с облигациями, ни с компанией, пока с самим государством все в порядке. Оно будет поддерживаться в любом случае. Также напомним, что облигации подобных компаний практически никогда не имеют высоких доходностей, но периодически их можно поймать на сниженной стоимости самой облигации, что позволит в будущем заработать на изменении курсовой стоимости бумаги, что тоже довольно важно. Если у вас есть облигации данной компании, желательно до 5% от капитала, то переживать не стоит. Если же вы сейчас думаете о покупке, то исходите из текущей курсовой стоимости бумаги. Напомним, что главное это сохранить риск менеджмент и следить за новостями и отчетами об имитентах, держателями облигаций которых вы являетесь. Таким образом можно нивелировать многие риски. На этом на сегодня у меня все. Напомню, что ссылки на все наши медиаресурсы находятся под каждым видеороликом. Под первым пунктом телеграм-канала, посвященный акциям, облигациям, сыровим рынкам и банковскому сектору. Во втором и третьем пункте наши группы во Вконтакте и Яндекс.Дзен, куда дублируются все материалы из телеграма. И в четвертом пункте наш канал на Рутюб. Вся информация в первую очередь публикуется именно там, после чего попадает на Ютуб.